Добрый день, дорогие ребята! Меня зовут Терлецкая Алла Ивановна, я учитель химии высшей дидактической категории и доктор химических наук. Сегодня мы проведем с вами урок «Озон. Биологическая роль защиты озонового слоя». В результате изучения данной темы вы будете способны определять озон как аллотропную модификацию кислорода, характеризовать биологическую роль озона, участвовать в мероприятиях по защите озонового слоя Земли. Обратите внимание, что химический элемент кислород входит как в молекулу кислорода О2, так и в молекулу озона, формула которого О3. Явление существования различных простых веществ, образованных атомами одного и того же химического элемента, называется аллотропией, а простые вещества – аллотропными модификациями. Перед вами аллотропные модификации кислорода. Молекула кислорода, которая состоит из двух атомов кислорода, мы с вами с ней встретились на прошлом уроке, и молекула озона, которая состоит из трех атомов кислорода. Сравнительная характеристика этих двух веществ. И кислород, и озон являются простыми веществами. Агрегатное состояние у них газообразное. Оба этих газа без вкуса, они являются сильными окислителями. Вспомним физические свойства кислорода. Относительная молекулярная масса 32, газ без цвета, без запаха, плохо растворим в воде, не токсичен. Плотность этого газа 1,43 грамм на литр. Температура плавления минус 218 градусов по Цельсию. Температура кипения минус 183 градуса по Цельсию. Физические свойства озона. Относительная молекулярная масса 48, газ голубого цвета, придает запах свежести. Он лучше растворяется в воде, чем кислород. Но этот газ токсичен. Его плотность 2,14 грамм на литр. Температура плавления минус 193 градуса по Цельсию. Температура кипения минус 112 градусов по Цельсию. Открывателями озонового слоя были французские физики Шарль Фабри и Анри Буисон. В 1913 году им удалось с помощью измерений ультрафиолетового излучения доказать существование озона в слоях атмосферы. Озон образуется благодаря ультрафиолетовому излучению Солнца. Механизм образования, а также расходования озона был предложен Сиднеем Чепманом в 1930 году и носит его имя. Реакция образования озона представлена на экране. О2 плюс атомарный О мы получаем О3. Озон. Интересные факты. Этот озоновый слой окружает всю Землю, но его толщина на разных широтах не одинакова. Тоньше всего он на экваторе, а на полюсах толще. Разрушают озоновый слой фреоны, химические вещества, используемые в холодильной технике, различных аэрозольных препаратах. А еще эти химические вещества образуются в огромном количестве при запуске космических кораблей. Извержение вулканов вносит в атмосферу огромное количество пыли, задерживающей солнечный свет, что также отрицательно влияет на озоновый слой. Без принятия предусмотрительных мероприятий по защите озонного слоя к 2050 году его разрушение в северных широтах достигло бы 70%. Каждой весной над Антарктидой в озоновом слое появляется дыра площадью Соединенные Штаты Америки. Ультрафиолет-Б излучение, к примеру, крайне вредно для планктона, мальков, креветок, краба, водорослей, обитающих на поверхности океана. Некоторые ученые подсчитали, что даже если будут приняты меры и прекратится всякая деятельность, разрушающая озоновый слой, то на восстановление его в полном объеме уйдет 100 лет. Где распространен озон? В лесу, у реки, возле водопада, после дождя все чувствуют приятную свежесть, источник которой является озон. Появляется в воздухе во время разряда молнии, как источник энергии. Появляется под действием иных ультрафиолетовых лучей. Появляется благодаря выбросам выхлопных газов автомобилей, заводам, испарениям бензина, действия тепловых электростанций. Его биологическая роль крайне важна. Озоновый слой расположен на высоте примерно 30 км от поверхности Земли. Он защищает нашу планету от мощной солнечной радиации. Задерживает ультрафиолетовые лучи, которые разрушительно действуют на клетки живых организмов. Слой озона удивительно тонок. Если бы этот газ сосредоточить в поверхности Земли, то он образовал бы пленку лишь в 2-4 мм толщиной. Минимум в районе экватора, максимум у полюсов. Однако и эта пленка надежно защищает нас, почти полностью поглощая опасные ультрафиолетовые лучи. Без нее жизнь сохранилась бы лишь в глубинах вод, глубже 110 метров. И в тех слоях почвы, куда не проникает солнечная радиация. Стабильность озонового слоя определяет устойчивость, нормальность погоды. В последние несколько десятков лет по всему земному шару возникают ничем не объяснимые аномальные явления. А именно, выпадение снега в районах, где никогда его раньше не было, ливни затапливают целые государства, град и смерчи опустошают огромные территории. После этих аномальных явлений ученые начали проводить космические исследования атмосферы Земли. В результате было обнаружено нарушение озонового слоя над Антарктидой. Общее содержание озона над Антарктидой уменьшилось в два раза. Именно тогда появилось понятие «озоновая дыра». Озоновые дыры – это локальное падение концентрации озона в озоновом слое Земли. Из-за образования озоновых дыр усиливается поток солнечной радиации на Землю и вызывает у людей рост числа раковых заболеваний кожи. Также от повышенного уровня излучения страдают растения и животные. Утончение озонного слоя приводит к вымиранию амфибий на планете. Из-за истончения озонного слоя и возросшей активности Солнца киты и дельфины все чаще получают солнечные ожоги. Главные враги озонного слоя – это холодильники и аэрозольные баллончики. Газ фреон, который содержится в этих предметах, поднимаясь к атмосфере, распадается под действием ультрафиолета и разрушает озон. Также в результате опыта выяснилось, что слой озона разрушается под действием загрязнения оксидами азота, который содержится при выбросах летательных аппаратов и при извержении вулканов. С целью защиты озонового слоя с помощью снятия с производства некоторых химических веществ, которые разрушают озоновый слой, был разработан Монреальский протокол. Договор был подготовлен к подписанию 16 сентября 1987 года и вступил в силу 1 января 1989 года. Он предусматривает для каждой группы галогенированных углеводородов определенный срок, в течение которого она должна быть снята с производства и исключена из использования. В 1994 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 сентября Международным днём охраны озонового слоя. День установлен в память о подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Девизом Международного дня охраны озонового слоя стали слова «Сохрани небо, защити себя, защити озоновый слой». Специалисты ООН заявили о том, что уменьшение озонового слоя Земли приостановилось. 300 учёных, наблюдавших за поведением озонового слоя планеты в последние 4 года, утверждают, что уже к 50-м годам нашего столетия озоновый слой сможет максимально восстановиться благодаря действующему на сегодняшний день запрету на применение хлорфторуглерода, которые ранее применялись в аэрозолях, холодильниках и некоторых видах пенопласта. Учёные прогнозируют, что примерно к 2050 году толщина озонового слоя вернётся к показателям конца 70-х годов. Так давайте же сохраним озоновый слой и постараемся не использовать приборы, в которых содержатся фреоны, производить экологически чистый транспорт и меньше выбрасывать вредные вещества в атмосферу. Сохраним нашу планету чистой. Молчать об этом нету нам резона. Об этом знать должны, пожалуй, все. Сегодня праздник посвящён озону, что так приятно пахнет при грозе. Благодаря озоновому слою его пока что мощной толщине не выжигают землю, солнце злое, и климат комфортабелен вполне. Чтоб не почить нам в зной и потёмках, чтоб рай земной на ад не променять, давайте всё же думать о потомках, давайте слой озона охранять. Алексей Резников Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем вам выполнить следующее упражнение. Первое. С помощью диаграммы вена продемонстрируйте сходства и различия кислорода и озона. И второе. Какой вклад в защиту озонного слоя может внести каждый житель нашей страны? Что для этого необходимо делать? Спасибо за урок.